Девушки отдыхают Иисус отдалился и проведил время в Аутбеке. И что это? Это когда мы оставляем нашу ежедневную жизнь, и мы будем с Богом, с людьми. И даже свидетельство, что это служение, очень часто люди делают рекламу. Но Аутбек или J.H. Ренч, вы не можете получить это через книгу, даже через лекцию, здесь даже недостаточно возможностей, но через Аутбек или J.H. Ренч, Сибити, вы всю жизнь будете вспомнить это. А мы просто делаем первые шаги, чтобы открывать эту миссию здесь, в Украине. И цел этой миссии, они помогают семьям через одну семью. И изменят мир через этого. И МЭК является одним из руководств этой миссии. И это привилегия, что это второй раз уже в Киеве. И мы начинаем Аутбек завтра. И, конечно, это не сейчас открыто. Уже есть ограниченное место, и уже заполнили это место. Но здесь фундамент. Это служение здесь. И я думаю, что если вы продолжаете участвовать с нами, это будет возможность для вас, для ваших близких. И когда я был в J.H. Ренч, Калифорнии, так интересно, что люди там в основном, потому что их друзья видели проблему какую-то, и сказали, «Вы знаете, вам надо пройти Аутбек, или вам надо пройти J.H. Ренч». И они так любят эту программу, что обычно, даже, по-моему, 30% участников J.H. Ренч в Калифорнии, их друзья платили, чтобы они прошли эту программу. И почему? Потому что они пережили эту программу однажды, и они знают силу, они знают влияние, они знают, как это важно и нужно. И мы только начинаем это служение здесь. Поэтому спасибо, что вы пришли. Я рад, что вы, не знаю, что мотивировало вас прийти, но я уверен, что вы даже получите сегодня инструменты, которые поможут вам жить лучше в ваших браках, жить лучше своим тинейджерам. Если у вас есть тинейджеры, которые живут с вами, или вы можете пойти домой с новым вдохновлением, как лучше строить эмоциональные взаимоотношения с супругой. А вы получите это сегодня. Поэтому давайте помолимся вместе и попросить Бога. Давайте станем, пожалуйста. Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность быть вместе снова с Мэком. А я прошу, чтобы Ты открыл места даже в наших сердцах, которые нужно обновление, нужна помощь, нужны новые окровения. Господь, я прошу, чтобы все, что Ты предназначил для этого дня, мы получим сегодня. Господь, открой наши разумы, наши сердца. Господь, я прошу, чтобы мы получили новым вдохновлением, как строить близкие взаимоотношения с нашими супругами, с нашими детьми, чтобы наши браки, наши семьи будут самые счастливые, самые привлекательные семьи в Украине. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Добре is about all I know. Добре Ронок. How about that? Is that better? Так уже лучше. You like my shirt? Вам нравится моя рубашечка? Yeah, what's today? А сегодня что за день? Я учусь, я узнаю новое. Будем начинать, потому что у нас на сегодня куча материала. И поскольку у меня будет переводчик, то я буду чуть менее длиннее двигаться. Но утром будет достаточно времени для того, чтобы задать вопросы. Можно первый слайд включить. Следующий. Вот это моя жена Джанис, она вот там сидит. Она здесь с нами. 35 лет мы уже женаты 35 лет. Следующий. Вот это моя дочка. И она вышла замуж за индусом. И в Индии она директор школы и открыла там детский дом. Следующий. Это мой сын. он бизнесмен. И женился на юристке. Вот это внучечка. У нас еще внук есть, но у нас нет еще его фотографии, он только родился. шесть месяцев назад в Индии родился внук. Кто из вас дедушки, бабушки здесь? Три человека. Четыре. Пять. Вы можете сказать, что этот период, когда вы стали бабушкой или дедушкой, это лучшее время вашей жизни? Если бы я знал, что было так хорошо, я бы вот этот период отцовства пропустил. Но так не работает, да? Следующий слайд. Давайте вместе прочитаем. Быть родителем – это одна из величайших задач в мире. и самое страшное. У вас нет чувства уверенности, получается ли у вас хорошо или наоборот у вас вообще не получается. Единственное, в чем вы можете быть уверены, это то, что эта задача самая важная из всех, которые у вас когда-либо будут. Вы согласны с этим? Я думаю, что вы согласны только потому, что вы пришли сюда сегодня. Выделить время посреди рабочей недели и прийти сюда означает, что вы очень любите своих детей. И вы хотите быть таким родителем, которым хочет вас видеть Бог. Вы хотите быть я чуть не задал глупый вопрос. Я думаю, вы хотите, чтобы Украина была самым замечательным народом, страной. Знаете, благодаря чему страна становится замечательной? великой. Да, то есть, если в ней замечательное общество. Знаете, благодаря чему общество становится замечательным? Если там замечательные семьи. Это то, из чего состоит все общество. И у нас есть дети, инструкция по применению. Но когда они рождаются, у них к ним не прилагается инструкция по применению. И что делает задачу еще более сложной? Это то, что каждый ребенок своеобразен. Вы их кормите тем же самым. Водите в ту же церковь. А они полностью отличаются один от другого. Поэтому нам нужно свой стиль родительского воспитания приспосабливать каждому ребенку. И сегодня наша предпосылка в том, что ваши дети будут проходить разные периоды в жизни. И вам, как родителю, нужно будет проходить этот период и заняться вместе с ними. Это называется путешествие перехода. И в чем проблема иногда бывает? Это когда мы родители застрем на какой-то одной стадии. Наши дети идут дальше, но мы свой стиль воспитания не меняем. И мы поговорим с вами утром об таких различных фазах. Но сначала я хотел бы кое-что узнать о вас. Кто из вас уже это все слышал? Может быть, по телевизору посмотрели видео, или, может быть, были здесь прошлой осенью? А кто из вас вообще это не слышал? Где-то 50 на 50. Хорошо. Мы живем в том, что я называю моментом Гутенберга. Вы помните вообще, кто был Гутенберг? Кто это? Правильный ответ. Абсолютно. Когда был создан печатный станок, это изменило весь мир. До этого у монахов уходило где-то полгода на то, чтобы переписать Библию. А сейчас можно сделать много копий за один день. Мы живем в век информации. И благодаря интернету мы можем найти любую информацию. Точно так же наши дети. Как глупых детей не осталось. Они очень много знают. В Америке среднестатистический ребенок проводит за каким-то экраном где-то 40 часов в неделю. А в таком, как сказать, полноценном разговоре с отцом всего три минуты. И потом мы начинаем удивляться, откуда берутся проблемы с детьми. Их воспитывают, выращивают интернет. Сам по себе интернет это не зло. И мы чуть позже с вами поговорим об этом. и нам нужно как-то вмешиваться в этот процесс, то, что касается наших детей. Наши дети вообще хотят с нами проводить больше времени. Но из-за того, что мы постоянно с ними спорим, им не нравится быть с нами. И этим утром я бы хотел с вами поговорить о том, как улучшить общение с нашими детьми. И сейчас мы перейдем уже к преподаванию. Следующий слайд. У вас есть вот этот листик? Там то же самое, что и у нас на экране. У нас по-английски у вас должно быть уже с переводом. Вообще это очень такой насыщенный слайд. внизу желтая, да, мы сейчас смотрим туда. Давайте начнем оттуда. Мы называем это четыре момента родительства. Итак, четыре фазы, да, когда дети совсем маленькие, мы их опекаем. Здесь, если мы не позаботимся о наших детях, не будем менять подгузники, они умрут. Не будем их кормить, не будем менять подгузники, они умрут. Они полностью от нас зависят. Затем они чуть-чуть подрастают, они могут уже сами кушать, немножко сами одеваться. И затем мы становимся полицейским. ну и мы такую роль должны выполнять. Здесь уже начинается момент дисциплины. И очень важно, чтобы мы обучили детей законом. Если ребенка на нее научить, что переходя улицу нужно посмотреть направо, налево, это может им стоить жизни. Поэтому не сожалейте, если вам приходится выполнять роль хорошего полицейского, потому что вы должны ее выполнять. Когда вы выполняете вот эту роль, вы учите, служите при... I'm sorry, I'm sorry, we're on the wrong one. During this we're over here, we teach, we train, we discipline, we pray. Учим, обучаем, тренируем, да, дисциплинируем и молимся за них. Хорошо? Понятно? Затем начинается подростковый возраст. И в их жизни очень отчетливо перемена наступает. Мы называем это юношеством или периодом полового созревания. теперь теперь уже по их телу, как сказать, ходят гормоны, которых раньше у них никогда не было. И это делает Бог. Почему? Потому что Он не хочет, чтобы они на всю жизнь оставались ребенком. Он хочет, чтобы они подрослели. Вообще система реагирует на вот эту перемену шоково. С какой-то стороны они еще остались с ребенком, но что-то в них уже повзрослело. И для наших детей это очень тяжелый период. И мы, родители, должны вот этот переходный момент проходить вместе с ними. Мы хотим уже их видеть взрослыми, а не чтобы они оставались в детстве. И в этот период нам уже нужно оставить роль полицейского и выполнять роль тренера. И какую роль выполняет тренер? он обучает, он служит примером, он ободряет и молится. Что здесь самое главное? Это служить примером. В этот момент дети уже от вас выслушали все. все. Если я начинаю какое-то предложение, мой ребенок и тот и другой может его продолжить, чтобы я не говорил. я думаю, что так же и у вас. То есть сейчас, что бы они хотели, это увидеть пример, с кого они могут брать пример в своей жизни. И они пойдут по вашим шагам, они будут следовать вашим словам. 15 лет назад я услышал первый раз это учение. Я на подобное мероприятие приехал для того, чтобы исправить поведение своего сына. Ему было 14. До вот этого момента мы были очень близки. но когда он стал подростком, он уже держал меня на расстоянии. И я думаю, все, я отвожу его на это мероприятие и мы исправим его. И когда я услышал это учение, я понял, что в принципе он очень даже нормальный ребенок. Но проблема была во мне. Я не служил для него примером той жизни, которой он должен жить. Я слишком много говорил и слишком мало слушал. Понимаете ли, когда они помладше, когда им по 10 лет, мы можем им сказать, делай так, потому что так сказал папа сделать. И не нужно ничего объяснять. А теперь уже нужно объяснять. Они заслуживают это, они становятся взрослыми. И что еще мне Бог показал относительно меня? я с сыном разговаривал сверху вниз. И Господь мне в жизни показал такой пример. Он мне сказал, как бы ты к своему другу отнесся, если бы он впал в грех? я подумал, ну, я бы его пригласил на кофе, я бы высказал, что меня происходящее в его жизни очень сильно волнует, и спросил бы у него, как за него помолиться. И потом Бог мне говорит, хорошо, а когда твой сын грешит, ты как с ним разговариваешь? и мне стало неловко. Я с ним говорю сверху вниз, причем очень громко. Именно поэтому он не реагировал так, как я хотел. Мне нужно было вот эту перемену в нем перенести и на мое отношение к нему. подросткам очень хорошо известна причинно-следственная связь. И нам нужно им объяснять, почему определенные вещи делать нельзя. Потому что если они сделают вот это, произойдет вот это. И они уже достаточно умные, чтобы это понять. и мне нужно было уже менять подход к воспитанию моего 14-летнего сына. Мы услышали, как это учение, вы слышали, ехали домой. Я ему сказал, что взял для себя что-то. Я ему сказал, что мне уже нужно быть больше тренером и меньше полицейским. Ему это так понравилось. Он говорит, да, папа, мне нужен тренер, а не полицейский. Вообще тренер это даже слово звучит намного лучше, чем полицейский. И вот мы взяли себе новый метод воспитания. Прошло где-то две недели. Он совершил что-то ужасное. Я даже не могу вспомнить, что это было. Я стал таким усердным полицейским. Она говорит, папа, остановись. Я что, думал, что ты теперь тренером будешь, а не полицейским. И вот здесь в такие моменты вам нужен Дух Дух Святой. Потому что Дух Святой дал мне слова, чем ответить сыну. Я ему ответил, а я думал, что ты перестанешь быть ребенком. Будешь вести себя как ребенок, я буду полицейским. Но если будешь вести себя как взрослый, я буду для тебя тренером. и он это полностью понял. Для него это было предельно ясно. И у нас были еще другие случаи, где мне снова нужно было выполнять роль полицейского. Но по мере того, как он становился старше, таких случаев было все меньше и меньше. То есть невозможно отсюда сейчас выйти и буквально за один день превратиться в тренера. Это то направление, к которому нужно двигаться. Четвертая фаза воспитания родительского. Это происходит тогда, когда ваш ребенок уже переезжает жить отдельно. Вы уже не полицейский, вы уже не тренер, вы становитесь с консультантом. А консультантов обычно приглашают. Вам же не захотелось бы, чтобы к вам в вашу компанию пришел консультант и начал внезапно всем рассказывать, что делать. Я уже где-то 10 лет выполняю роль консультанта. И у меня вообще с детьми возникает проблема только тогда, когда я им даю совет, которого они у меня не просили. Когда я начинаю с ними так говорить, они говорят, папа, подожди, у меня все нормально, я справлюсь. и вообще такое обличение мне нужно слышать. Я отступаю и я даю им возможность все это решить самостоятельно. Потому что вы, как консультант, какова ваша работа? Вы даете совет, поддерживаете, выслушиваете и молитесь за них. И вы заметили, да, у нас молитва на каждой стадии родительства. Как вы думаете, какая фаза в вашей жизни займет наибольшее время? Последняя стадия. Если у вас просто будет нормальный отрезок времени, да, в жизни, вы консультантом будете, может быть, 40 лет, может, 50, 60. Но вот что с нами делает враг. Когда мы выполняем роль тренера в эти годы, тренером, наше общение с детьми становится очень неудачным. каждый раз, каждый раз, когда они хотят что-то сделать, мы говорим нет. И это их очень сильно расстраивает. взрослые, они вырастают, они становятся взрослыми, но наше общение с ними не улучшается. Может быть, они любят нас, но совет, может быть, и не хотят от нас услышать. И на протяжении всей своей жизни они остаются без консультанта. Почему? Потому что, когда они были подростками, мы не смогли сыграть правильно свою роль. И они отчаянно нуждаются в нашей помощи. Но только тогда, когда они просят, чтобы мы им помогли. Вот это четыре фазы воспитания или родительства. Я хочу немножко поговорить о переходе с полицейского на тренера. Потому что это именно тот период, где мы буксуем. Расскажу вам небольшую историю о своем парикмахере. ему было лет пятьдесят, отцу где-то семьдесят пять, его отцу. Вот однажды я пришел к нему, он меня стриг и зазвонил его телефон. Он отвечает на звонок и вот что говорит. Да, папа, да, папа. Да, хорошо, да. Пока. о чем вообще речь шла? Он говорит, всю жизнь папа мне звонит и рассказывает мне, что делать, и так каждый день. Он говорит, я отца люблю, но я терпеть не могу с ним разговаривать. Отец у него остался полицейским. Уже 50 лет полицейский. И вообще ему никто не рассказывал, что можно поменять роль. Он считал, что это его задача сыну рассказывать, что делать, даже когда сыну 50. И так у очень многих людей. давайте поговорим о вашей роли как родителя. Если бы я попросил вас назвать одну ассоциацию со словом отец, что бы вы назвали? Что такое быть отцом? скажите одним словом. Забота. Поддержка очень хорошо. Что имеется ввиду? Какая поддержка финансовая? Какая поддержка эмоциональная? эмоция. Да. OK. To be a friend, like trustworthy friend, responsibility, safety, role model. Role model? are great answers. Every one of those are good. бесподобные ответы у каждого. Love, protection, responsibility, influence, OK, good, good, I still haven't heard what I'm looking for. Но еще не услышал то, что хочу услышать. Direction. Direction. Those are excellent answers. Every one of them. Friend. Friend? Yes. Provider. Provider. Did you look at the notes? Обеспечитель. Кто-то подсмотрел в записи? Вообще, почему мужчины так выкладываются на работе? Иногда и женщины тоже. Зачем? Для того, чтобы обеспечивать детей. Если мы обеспечители, то тогда кто наши дети? Точно так и есть потребители. мы воспитываем целое поколение потребителей. Мы отцы отказались от своей роли обучать детей. Все, что мы делаем, это их обеспечиваем. во времена Иисуса иудея ассоциировали отца с учителем. И было три вещи, которыми каждый хороший отец обучал своих детей. первое, это как обучить, как показать своим примером, как поклоняться Богу дома. Дома. Обратите внимание. это не просто их вводить в церковь. Как нам сделать нашу веру реальна для наших детей? Когда вы с ними разговариваете о Боге, только по пути в церковь? Это называется религия. Религия это то, что воспринимается, взаимоотношения это то, что истинно, подлинно. что нужно делать, чтобы дети видели в нас? Это наше взаимоотношение с Иисусом Христом. Как это сделать? Не пытайтесь сделать то, что пытался сделать я. Я всегда дома делал такие мини-церковные служения. И я проповедовал детям проповедь, которую услышал в воскресенье от пастора. Они закатывали глаза, им было скучно. Меня не очень хорошо обучили. Первый Фессалони 5, 17, там говорится, молитесь непрестанно. Когда я первый раз прочитал, я подумал, ну это преувеличение. Ну как вообще можно молиться непрестанно? Да, нужно же идти на работу, нужно дома убирать, еще чем-то заниматься. Я подумал, а, это типа апостол Павел загнул. Но Библия же не таким образом писалась. То есть вообще я неправильно понимал, что такое молитва. То есть для меня молитва была это сказать определенные слова, может быть склонить голову, закрыть глаза. И вот я когда все сказал, я говорю аминь и все. Да, это молитва. Но а как насчет такого определения молитвы? молитва это давать Богу место во всех своих обстоятельствах жизни. На ранче J.H. там, где я летом работаю, у нас бывает время, когда к нам приезжают около трехсот молодых людей. Я один раз задал им всем вот этим трехстам вопрос. Кто из вас вообще когда-нибудь видел чудо? Ни одна рука не поднялась. Конечно же, из-за этого наши дети уходят от веры. Тот Бог, которого они себе представляют, Он ничего не делает в их жизни, Он нереален. Ну, что имею в виду чудо? Не обязательно как бы воскрешение из мертвых. Бог делает чудеса каждый день. Даже то, что мы сегодня живы, мы дышим, это уже чудо. То, что у вас есть еда, одежда и кровь над головой, это чудо. Это Божье благословение в нашей жизни. И нужно помочь нашим детям понять это. И мы благодарим Бога за все хорошее, что приходит в нашу жизнь. Когда происходит что-то плохое, мы молимся, мы просим, чтобы Бог нам помог. И таким образом наши дети будут видеть Бога в своей повседневной жизни. Может быть у вас такой ребенок, каким был мой сын, не очень хорошо способен к обучению. Каждый раз, когда у него на следующий день тест, мы говорим, нет ТВ, нет компьютеров, мы говорили так, телевизор не смотреть, компьютер не залазить, ты должен учиться. То есть каждый вечер, когда у него на следующий день тест, у нас была война. А вместо этого нам нужно было за него молиться. И говорили, Боже, помоги ему, дай ему память, дай ему хорошо подготовиться к тесту и хорошо его написать. И если он хорошо напишет этот тест, кому пойдет вся слава? Тогда Богу идет слава. И детям нужно понимать, что их дары и таланты исходят от Бога. Вообще мой сын очень хороший спортсмен. И он говорит, я такой хороший спортсмен, вот смотри, я и занимаюсь с утяжелением, я и бегаю хорошо. И я говорю, сынок, ну вообще многие молодые люди это делают. но он получил стипендию в колледже благодаря игре в футбол американский. Он вообще был в вершине рейтинга в школах. И не только потому, что он много усилий прилагал, но потому, что Бог благословил его такими склонностями к физической культуре. Это то, чему нужно обучать детей. Если у тебя хорошо получается в бизнесе дела и хорошо идут, нужно за это отдавать Богу славу. Таким образом мы обучаем и даем пример тому, как поклоняться Богу дому. Может быть вы можете придумать еще много других разных способов. И вообще вторая ваша задача как отца это воспитывать детей соответственно их склонностям. Я объясню. что такое склонность? Это где их дары и таланты? Притча 22.6 Там говорится воспитывайте ребенка согласно его склонностям и когда он взрослеет он не сойдет с этого пути. Вы и ваш супруг прекрасно понимают к чему склонны ваши дети. Я вам пример приведу свою дочку. Когда она чуть постарше стала она всегда помогала младшим детям обучала их. детям не популярны и им не популярны и особенно ей нравилось уделять время тем детям, которые были непопулярны, у которых что-то не так хорошо получалось. и она поступила в колледж в отдел образования. И она поехала в Индию, там, где дети, у них вообще было очень невыгодное положение. она помогает детям из бедных семей и тем, кто болен с ПИДом. Это то, что у нее в сердце, это то, что у нее очень хорошо получается. И когда мой сын поступал в колледж, он задал мне вопрос, хорошо, а какой мне взять профилирующий предмет? Вот я знал одну вещь, учитель не надо, не надо ему идти на учителя. Я говорю, сэн, у тебя так хорошо язык подвешен, может тебе в продажи пойти? И когда он выпустился из колледжа, он получил работу в национальной компании. И за полгода он занял ведущую строку по продажам в своей компании. Он по-прежнему этим занимается и у него это прекрасно получается. Если бы я сыну сказал, что вот иди преподавай в школе, это было бы стихийное бедствие. Если бы я дочери сказал, что вот ты теперь будешь продавцом, продажами будешь заниматься, она бы в тот день не встала с кровати. То есть задача вас, родителей, это помочь детям понять, какие дары в них заложил Бог. Мы в Америке говорим детям, ты можешь сделать все, что ты решишь делать. Это не правда. у нас таким образом воспитываются дети, которые поглощены собой. И мы говорим вообще, что хочешь, тому и обучайся в колледже. Но нам нужно дать им нужное направление, помочь им правильно выбрать на кого учиться. и чтобы таким образом у них было то умение, тот навык, который поможет им зарабатывать деньги. Подход Бога очень практичен. Он хочет, чтобы наши дети могли зарабатывать. Вы знаете людей, которым не нравится их работа? Я знаю тех людей, которые работают только ради того, чтобы заработать деньги, но им не нравится особенно то, чем они занимаются. И вообще ложиться вечером спать с мыслью, что я делаю то, для чего меня создал Бог. Это просто чудесное переживание. это то, что вы хотели бы для своих детей. Мы говорили об обучении, о том, чтобы служить примером у себя дома. Помочь детям найти свои способности. благочестивого спутника жизни. Самое важное решение, которое они будут принимать в своей жизни, это то, с кем они вступят в брак. Если они вступят в брак с нужным человеком или с правильным человеком, их жизнь будет очень хорошей, счастливой. Если выбор спутника жизни будет неудачным, будут проблемы. В Америке больше 50% браков, даже у христиан, заканчивается разводом. что-то мы делаем не так. Так не должно быть. Я думаю, что причина в том, что родители не принимают участие в процессе принятия решения. и все возвращается опять-таки к подростковому возрасту. В то время мы не смогли наладить общение. Дети уехали из дома. И вот они однажды возвращаются и говорят, вот, пожалуйста, я собираюсь жениться или выходить замуж за этого человека. тут даже не вопрос звучит, а утверждение. То есть, не могу ли я вступить в брак, а я буду вступать в брак. И что тогда делать? Ну, будем надеяться, что все получится. Если бы только вы смогли принять чуть больше участия, может быть, посоветовать что-то там в процессе. когда моей дочери было 25 лет, мы выехали из города три месяца там работали. И она позвонила нам и сказала, что встретилась с парнем, и она думает, что это именно тот человек, за которого стоит выходить замуж. она за своей жизнью имела много друзей, но именно этот человек был первым, о котором она подумала как о своем будущем супруге. и мы обрадовались, конечно, о, она наконец-то созрела. И вот мы возвращаемся домой, она приводит парня домой, чтобы мы с ним познакомились. и вот мы слово еще не сказали, он заходит к нам домой. У него над головой такими крупными буквами я увидел слово М-Е-Т. Я посмотрел на жену, я увидел то же самое в ее глазах. Но мы думаем, ну ладно, познакомимся поближе, может даже с ним толком не знакомы. Но чем больше мы его узнавали, чем лучше, тем хуже становилось. Ну что скажешь, ну вот все вроде бы хорошо в нем. Чудесный христианин. Я даже с пастором его поговорил. У него была хорошая работа. И к дочери относился как принцессе. Но просто в сердце мы ощущали, что это не тот человек. И у нас с дочерью возник большой конфликт. прошло где-то полтора года, так как-то вечером она уже жила отдельно. Она пришла к нам домой, она уселась мне на колени. И отцы, ваши дочери как бы никогда не придет момент, что они станут настолько взрослыми, что не смогут сидеть у вас на коленях. Она начала плакать. Она говорит, папа, я собираюсь за Клея замуж, а ты его терпеть не можешь. Я говорю, да нет, у меня никаких к нему отрицательных чувств нет. нету. Если ты твердо примешь решение, я тебя буду полностью поддерживать. Я о нем слова плохого не скажу. Но хочешь мое мнение услышать? Она говорит, ну, да. Я сказал, он хороший человек, я не думаю, он хороший парень, единственное только, мне кажется, он тебе не подходит. А она еще сильнее расплакалась. Она ушла, и я думала, ну, что же, они поженятся. И вот прошло два месяца, и в этот промежуток времени что-то случилось, и она поняла, что действительно он не тот человек. То есть эти взаимоотношения у них были на протяжении двух лет. И когда уже пришел конец, она сказала, папа, спасибо, его, что ты был последовательным, что ты не менял свое мнение. Бог отослал ее там на десять тысяч миль в Индию. она такая высокая белая девушка. А индийцы, они вообще невысокого роста, такие коричнево-плотненькие. И я подумал, в Индии ей не суждено найти мужа. И она меня обличила, папа, где твоя вера? В принципе, она не ехала туда, чтобы мужа себе найти. Но у Бога для нее уже был приготовлен человек, именно для нее. И, между прочим, я его привел ко Христу. Он был индусом, стал христианином. Три года у нас с ним было на старое число. Я его крестил. и он бесподобный муж. И вообще, как так получилось? Бог говорил нашему сердцу, Он вел нас. Притча 3,5 там сказано, не полагайся на разум свой. Во всех путях своих познавай его. Я направлю пути Твоей. Мы, христиане, основываемся на том, что в нашем сердце, а не на том, что в нашей голове. Разум это чудесный раб, но ужасный господин. Чтобы быть хорошим родителем, нужно быть исполненным Духом Святым. если основываться на разум, то мы бы сказали дочери выходи замуж за Клея. Вы понимаете, да, почему важно иметь хороший контакт со своими родителями, помогать детьми, помогать им в принятии решений. Итак, вот эти три момента. у вас это на листике на брошюрке сзади. Можно снова вот этот как это да. видеть, там посредине у нас вода, лодки. Слева мы видим то, что представляет собой этот период, когда мы опекаем детей. Маленький мальчик, такое безопасное место, там немножко воды, мама рядом. Мама с удовольствием на пляже наблюдает за сыном. Там граница очерчена очень ясно. Он становится чуть старше и теперь у него уже своя лодка. Все равно очерчены хорошо границы, все очень хорошо, пристойно. и затем приходит этот период юношества. Он уже выходит за границы. И первый раз в своей жизни он видит, да, ему попадается на глаза море независимости. в 10 лет он даже не подозревал, что оно существует. если вы зададите вопрос подростку вообще, что он хочет. Свободу. Они хотят свободу от вас. Они хотят, чтобы раз из-за один день они стали взрослыми. не понимают, там бухточка, а там дальше глубокая вода, там внизу подводные камни. Специально в море погружают вот эти камни, чтобы разбивать волны. некоторые находятся под водой, некоторые выше воды. И чтобы проплыть вот эту именно зону, нужно очень хорошо знать, где находятся эти камни, иначе вы на них наткнетесь. И если вы там еще не плавали, нужно, чтобы с вами был тот, кто знает, где что находится. Чтобы этот человек просто помог не наткнуться. И вы там были, вы это знаете. Мы называем это то, что топят корабли. Что это может собой представлять в реальной жизни? Например, нежелательная беременность. Наркотики, алкоголь, когда кого-то арестовывают, садят в тюрьму, когда выгоняются школы. С нашими детьми может произойти ужасные вещи. И если мы не будем им помогать, то есть очень много шансов наткнуться на такой камень. И наша цель это провести их мимо вот этих камней, чтобы однажды они уже поплыли в море независимости. Вот это ваша задача, родителя задача. И вы видите наверху там зонтики. вот это зонтик власти. Когда ребенок рождается, он полностью на все 100% под вашей властью. Когда они становятся чуть старше, вы уже знакомите их с Богом. Теперь уже не только вы, теперь уже присутствует и Бог. когда они становятся подростком, вы хотите, чтобы Бог играл большую роль, а вы меньшую. И в конце концов, когда они уже начинают жить отдельно, вы хотите, чтобы они полностью были под авторитетом властью Бога. И задача вас задача родителя в том, чтобы от зависимости от вас они уже перешли к зависимости от Бога. И детям нужно понимать, что именно это то, что вы делаете. Знаете, что можно сказать ребенку? не обязательно всегда слушаться родителей. Они с радостью такое услышат. Пока они живут с вами в доме, они обязаны вас слушаться. Но придет день, когда они уже будут жить отдельно, и тогда они не обязаны будут вас слушаться. Но они всегда должны вас почитать. Потому что в пятой заповеди сказано почитай отца и мать. Это не означает, что вы всегда будете согласны. Но если вы не согласны, все равно при этом нужно проявлять уважение. Это понятно, да? Благодаря этому у детей будет представление, куда вообще в жизни они движутся. Притча 29, 18 сказано, без видения народ гибнет. Там, где нет видения, там народ отвлекается, говорится в другом переводе. Если у ребенка не будет четкого видения в своей жизни, его что угодно будет отвлекать, сбивать с курса. Я помню, я вот заканчивал школу, был в колледже. У меня в этот период было несколько друзей, они очень четко себе представляли, что они хотят делать, чем заниматься. Даже в школе еще будучи, они говорили, я хочу быть врачом, или я хочу быть юристом, или инженером. А я не знал. И большая часть моих друзей тоже не знала, чем я буду в будущем заниматься. Знаете, что мы сделали? Мы просто, что называется, весело проводили время, мы праздновали вечеринки и все тому подобное. У нас как бы никаких ограничений не было, видения не было. Я сделал много того, о чем я сожалею. И оно мне дорого стоило, потому что я принимал очень неудачные решения. Как жаль, что в этот период в школе и в колледже у меня не было видения для жизни. Родители, это ваша задача, помочь детям определиться с тем, что они хотят в жизни делать. Благодаря этому они избежат очень многих неприятностей. Я думаю, теперь у вас есть общее представление о том, что мы с вами делаем. вертикальных колонках. И сейчас давайте поговорим об этих вертикальных колонках. Вернемся к истории о моем сыне. Вот, мы съездили на ранчо J.H., вернулись домой. Я уже старался к нему относиться как к взрослому человеку. Я задаю ему вопрос, вообще, сынок, а что тебе отменяют нужно? Вообще, хорошо будет задать такой вопрос детям. Мы думаем, что мы знаем, но может оказаться так, что у них есть нужда, о которой мы не подозревали. Он говорит, свободу. так скажет большинство детей, свободу хочу. Вот что я сделал. Я сказал, подожди минутку, я пошел, взял себе листик бумаги, ручку, я говорю, я все буду записывать. Дети часто говорят, что мы их не уважаем. Я старался как бы показать ему, что я его уважаю. Я говорил, хорошо, а свободу в чем ты хочешь? И он говорил, осторожненько, потому что я записывал все. Он говорит, я думаю, я уже достаточно взрослый, чтобы принимать свои решения в том, что касается фильмов и музыки. Я записал музыку, фильмы. И он говорит, я думаю, я уже достаточно взрослый для того, чтобы гулять вместе со своими друзьями в торговом центре. Они там гуляют, а меня не пускают. Он говорит, еще мне нужно больше денег. Я записал деньги. И он говорит, еще я хочу ходить на свидание. будущая супруга. Я посмотрел ему в глаза и сказал, мы с мамой хотим, чтобы у тебя была свобода во всем этом. Он просто поверить ушам не мог. серьезно? Да, но не прямо сейчас. Наша задача это помочь тебе получить свободу во всем этом. Но в 14 лет ты еще к этому всему не готов. Но почему бы нам не начать? И вот мы с супругой приняли решение, что мы будем ему разрешать во всех этих сферах. Мы дали ему немного свободы. А следующий год еще больше. То есть к тому моменту, когда он уже собирался уезжать из дому, он уже знал, что значит иметь свободу во всем этом. Но вот что я ему сказал. Я его спросил, как ты думаешь, будет ли справедливо? А вообще подростки, они очень чувствительны к вопросу справедливости. Как ты думаешь, вот если мы даем тебе все вот эти свободы, да, ты не выполняешь свои обязанности? Как ты думаешь, что ты справедлива? Он говорит, какие вообще обязанности? Он говорит, ну ты знаешь, о чем я говорю. Мы хотим, чтобы каждый день ты читал Библию, молился, чтобы ты помогал по дому, ты знаешь, где ты помогаешь, одержи комнату в чистоте, не бросай на пол одежду, хорошие оценки получаешь в школе. Я ему составил список, ну он согласился, да, говорит, я согласен с этим. Я сказал, если ты выполняешь свои обязанности, ты получаешь и свободу. Он тебе подходит? Он говорит, да. И вот моя жена, она тоже учительница. И там, где касается дела таблиц, у нее это очень хорошо получается. И она составила график, вообще, как у него прошла неделя, как он выполнял свои задачи, все остальное. И вот раз в неделю она мне такой отчет предоставляла. И мы с сыном садились, и мы вот так просматривали все, что у него было за неделю. Если он проявлял неуважение, от него деньги отнимались. Если что-то он не делал, у него выходил минус, если он делал хорошо, мы ставили ему плюс. если он выполнял все свои обязанности, в конце недели он получал ту сумму денег, с которой мы согласились. Несколько недель все прошло замечательно. И вот была неделя, когда у него не очень хорошо дела были в школе, и он проявлял неуважение по отношению к маме. И когда я подвел итог, то оказалось, что он у меня в толпу. Я говорил, сын, мне очень жаль. Свобод вот этих у тебя не будет, потому что у тебя нет денег на вот эти мероприятия. Ты на выходные останешься дома, ты ничего не сможешь сделать. Но позволь мне помочь тебе на следующей неделе, чтобы у тебя все прошло хорошо, и ты смог сделать то, что хочешь в конце недели. Мне не надо даже было на него сердиться, потому что у нас уже была разработана система. То есть это не я был против него, это он пошел против системы. Чему я его учил? Что есть свобода и есть обязанности. так же в жизни, правильно? Я его готовил к жизни, к реальной жизни. И больше мы не ссорились. Я был, с моей стороны он мог получить помощь в этом. понимаете разницу, что значит быть полицейским и быть тренером. Здесь уже я не должен был его наказывать, я предложил ему свою помощь. Здесь получается он наказал сам себя, мне даже ничего не надо было делать. То есть вы со своей стороны можете разработать какую-то систему вместе со своими детьми. Может она будет отличаться от той, что я сделал. Может быть такая будет. Для нас она очень хорошо сработала. Что важно это общение. Когда вы проявляете гнев по отношению к ребенку общение прерывается. И если они с вами не разговаривают тогда возникает проблема. Каждый ребенок хочет общаться со своими родителями. Но бывает часто что это как бы обстановка небезопасная чтобы они могли разговаривать. Потому что он не будет хотеть разговаривать боясь что папа или мама у них будет вспышка гнева или они его накажут потом. Рассердятся. Я хочу вам рассказать кое-что о том как я научился лучше общаться с подростками. прежде всего вы должны общаться на их уровне а не на своем. Например не приглашайте сына к себе в офис навстречу. Может быть дочку. Они не будут хотеть там разговаривать и не нервничать будут. Сделайте то что им нравится делать. Сводите их там на кофе или мороженое. создайте такую обстановку в которой им будет интересно в которой они захотят разговаривать. Для меня этот процесс был тяжелым. Я сына пытался водить с собой на завтрак по субботам. Но для него это был единственный день когда он мог выспаться. он ненавидел субботам. И ему просто он ненавидел это. Вставай и идти со мной на завтрак. А я жене говорю он меня терпеть не может. Он даже со мной разговаривает не хочет с этим завтраком. Вот как я принял для себя урок. И мы с женой пытались принять решение вообще когда он должен приходить домой вечером. я ему разрешил бы еще дополнительный час а она наоборот хотела чтобы он возвращался раньше. И мы были не согласны в этом. У вас бывает такое с женой или у меня у одного бывает несогласие? Первое правило никогда не давайте детям увидеть что вы в чем-то не согласны. Делайте это в комнате за закрытой дверью решайте эти вопросы. И чтобы в момент когда вы выходите из комнаты у вас уже было принято решение чтобы вы были в единстве. So my wife and I had this issue and she recommended a good solution. She said I'll let him stay out an hour earlier but you can't come to bed until he comes home. She said I'll let him stay out later but you can't go to bed until he comes home. Она говорит я разрешу ему приходить домой но ты не ложишься спать пока он не вернется. А мне нравится рано ложиться спать. А у него получается время когда он должен был быть дома это 12 часов ночи. и мне нравится спать с женой. У меня выбора не было. Я сид в заднем входе сидел на стуле ложись спать в 10. В 12 часов он заходит будет меня. вот я просыпаюсь и у нас такие разговоры были. Ему он просто обожал разговаривать в этот промежуток времени с 12 до 2. я в это время вообще ни с кем не общаюсь я сплю. Но именно тогда у меня с ним был момент общения самый лучший. В принципе это не такая уж и жертва если уже говорить о хорошем общении. Итак это мы говорили с вами об общении. Но всегда я хотела сказать еще кое-что. Есть книга «Пять языков любви». Вам она знакома? У вашего ребенка есть свой язык любви. Точно так же как у вашего супруга языка. И в этой книге говорится что мы склонны проявлять любовь к другим таким образом как мы хотели бы получить любовь а не так как они бы восприняли любовь. Поэтому очень важно чтобы вы понимали какой именно язык любви у вашего ребенка. Для моей дочери язык любви это непрерываемое время которое я уделяю ей. Вообще мой сын как бы не стремится со мной проводить много времени. у него язык любви это подарки. Я даю подарок он счастлив и он со мной разговаривает. Если я дарю подарок дочери но не провожу с ней время она подумает что я не искренний. ребенок поэтому когда я общаюсь с сыном я ему часто дарю какой-то подарок. Если дело касается дочери я могу ей дать подарок но лучше при этом будет прилагаться и время проведенное вместе. определите язык любви вашего ребенка я вам все это расскажу. Как это время проведенное вместе качественное время проведенное вместе подарки физическое прикосновение четвертое это когда мы оказываем служение когда мы помогаем чем-то и пятое это ободрение слова сказанные для того чтобы ободрить человека скорее всего вы уже знаете какой язык любви вашего ребенка поговорите с вашим супругом или супругой у ваших детей могут быть разные языки любви и поэтому вам нужно будет проявлять любовь по-разному если будет присутствовать атмосфера любви дети будут разговаривать понятно да и между прочим если вам неизвестен язык любви вашего супруга или супруги это тоже очень важно узнать я вообще думаю что это прекрасное учение вообще лучшее которое я когда-либо слышал в том как воспитывать детей но знаете что еще важнее чем это учение лучшее что вы можете сделать для своих детей это иметь хороший брак если у вас в браке не все хорошо то даже все вот эти методы воспитания не сильно хорошо будут работать что что еще очень важно это молитва у нас во всех фазах родительского воспитания присутствует молитва она всегда следует всю жизнь у нас такое есть выражение в Америке у мамы есть глаза на затылке она видит все ну понятно что это образно да но у нее есть Дух Святой и Он ей говорит о том чего другой человек не знал чтобы быть хорошим родителем вам необходима сила Духа Святого в вашей жизни и вообще у мам как бы обычно они более чуткие Духа Святого чем у мужчин но мужчины не сдавайтесь вы тоже можете слышать голос Божий часто ко мне приходила жена и говорила что у дочери как бы проблема ей нужно проводить время с тобой и я говорю о чем речь она говорит я просто чувствую это внутри и я думаю так все вроде бы нормально да на первый взгляд да зачем оно но если я уделял ей время каждый раз когда это происходило я убеждался что действительно жена была права она чувствовала что что-то идет не так и она была права без Духа Святого человек этого не узнает так что мы отчаянно нуждаемся в нем в своей жизни еще чем старше дети становятся тем более они независимы и они подрастают они уже становятся подростками они уходят из-за куда-то едут со своими друзьями и вас там нет а вообще как контролировать процесс в таком случае вы не можете контролировать но вы можете молиться и я видел что когда мы с женой молились у нас просто были невероятные ответы на молитву дети знали что им ничего не сойдет с рук они знали что Бог нам покажет поэтому они просто начали нам сами все рассказывать это хорошо они были открыты вообще в отношении всего того что происходило даже если это касалось чего-то плохого потому что мы не ожидали вот этой возможности чтобы их наказать мы были там чтобы помочь им выйти из проблем насколько же эта роль лучше для родителя все то что мы слышим сегодня из всего этого есть как бы два самых важных момента хорошее общение и молитва и есть еще что-то я хочу что-то добавить в том что касается общения если ваш ребенок не открывается не начинает с вами разговаривать значит что-то не так бывало родители говорят а они просто стесняются я знаю что есть более стеснительные дети менее стеснительные но каждый ребенок хочет поговорить с родителем что происходит да мы родители сами по себе несовершенны мы наносим раны своим детям не обязательно это делая сознательно не было такого родителя с кем бы я встречался который был так вот случайно не нанес рану своему ребенку это могло быть что-то сказанное тон голоса что-то сделанное они вам об этом так и не сказали они закрылись и они не хотят открываться вы можете задать своему ребенку вопрос чем я тебя обидел просто называйте исходите из предпосылки что вы обидели когда они вам расскажут чем дело они могут даже несколько назвать пунктов никогда с ними не оспаривайте вот эти факты даже несмотря на то что вы не хотели их ранить этим это нанесло им рану и то как они воспринимают в этот момент это и есть их реальность то есть чтобы я посоветовал это сказать им что вы очень сожалеете что нанесли им рану вы можете сказать таким образом я не хотел тебя ранить но мне очень жаль что это сделал и затем попросите прости меня пожалуйста невозможно заставить ребенка простить если ребенок не может простить вы можете предложить может давай позже об этом поговорим еще раз но вот что я обнаружил в том что касается молодежи если вы искренне просите прощения и вас прощают они забывают это не будут держать против вас они не будут снова эту тему поднимать все на этом все закончится и их сердце откроется они будут хотеть с вами общаться и это чудесно но чтобы это произошло нужно быть в хорошей атмосфере опять-таки сделайте то что им нравится делать и я обнаружил что очень хороший момент для разговора это когда вы едете куда-то вместе в машине в принципе больше ничего не остается делать они чувствуют себя вовремя и с ними можно в такой момент общаться будьте мудрыми в этом я думаю пообщению это все сейчас было бы неплохое сколько у нас верят сейчас света скажет значит хорошая новость в том здравствуйте всем в том что я видела что многие очень тщательно конспектировали вы можете увидеть это видео то есть так же как и первый семинар он у вас есть у всех на желтом флэрочке точный линк на него там две части есть так же и то что сегодня происходит мы все записываем и вы сможете и сами посмотреть и обязательно с другими поделиться потому что честно говоря мало людей пришло у нас даже по регистрации было намного больше чем есть здесь в зале но ничего слава богу мы знаем что это важная тема важная тема вы не жалеете что пришли или есть такие хорошо нам нужно посмотреть видео хорошо значит давайте сейчас 10 минут на вопросы потом мы все-таки посмотрим видео вот и 3 минуты и потом мы пойдем на брейк там очень вкусный брейк вы наверное уже чуть-чуть проголодались в самом низу и наверное тогда уже брейк будет минут 12 где-то и возвращаемся сюда и до 2 может 2 с копейками у нас будет продолжаться семинар у нас есть еще один микрофон попрошу кого-то Вась можешь посетировать вот если вы хотите задать вопрос мы задаем вопрос только в микрофон чтобы потом другие тоже могли узнать о чем мы спрашиваем спасибо возможно ли начало периода которое было написано от 12 лет с 9 лет то есть я чувствую что мой ребенок уже готов переходить обязанности и ответственности это старший ребенок просто у меня у меня их четверо поэтому ответственность у него уже есть в любом случае да возрастные вот эти периоды это просто приблизительно то есть для родителя очевидно когда ребенок уже готов брать на себя ответственность и вы принимаете это решение и также работают карманные деньги вообще я считаю что хорошо когда они учатся как вообще с деньгами обращаться то есть я думаю что ребенку неплохо было бы давать карманные деньги но это лично мое мнение с того момента когда ребенок уже становится подростком нужно потихоньку зарабатывать их может быть не то чтобы они куда-то устраивались там на подработке но они что-то делают и вы за это им выделяете деньги но это мое личное мнение еще вопросы вопрос у меня у меня два взрослых сына и наблюдая за ними и за его друзьями я вижу что большая проблема молодежи что им начинают нравиться неверующие девочки или мальчики и в этот момент говорить с ними о том что это плохо это не божья воля они не способны слышать они считают что все правильно они имеют чувства значит это от Бога и я вижу что некоторые даже принимают решение уйти из церкви уйти от Бога чтобы только сохранить отношения с этим неверующим человеком потому что в церкви иногда начинают ставить ультиматумы выбирай или то или то и вот как в этот момент оставаться для них другом продолжать говорить в то же время не дать им принять это неправильное решение сохранить с ними отношениями и сохранить их для Господа и помочь им не сделать ошибку очень хороший вопрос и это очень часто такая ситуация возникает я думаю этот разговор нужно повернуть обратно к Библии и к Богу здесь когда они принимают выбор они делают это не против вашей воли но против Божьей воли но независимо от того какое решение они примут вы все равно с ними вы будете ну как бы их поддерживать вы можете им сказать что вы не согласны с их выбором в друзьях но это не означает что ваши отношения с ними прервутся таким образом вы можете им сказать что как бы они всегда могут к вам обратиться но вы хотите им давать благочестивые советы если кто-то вступит в брак с неверующим вы принимаете этого человека неверующего вы любите его точно так же как своего ребенка потому что лучшее что может произойти в этом случае это если неверующий обратиться станет верующим но это произойдет благодаря тому что вы проявите любовь а не скажете что вот там иди в церковь или не сможешь заходить ко мне домой у нас после перерыва как раз будет время мы будем говорить о свидании я думаю когда я был здесь осенью мы не поднимали эту тему тут в листовке есть деньги и 20% 35-50 ну что это означает и другой вопрос тоже стосуется денег то есть на что должно хватать цех карманных денег чтобы научить правильно обращаться именно с деньгами чтобы ну вот даешь деньги а они тратят на какую-то такую ерунду ну просто ну как просто объяснить им это правильно первое что хотел бы сказать это то что вы очень внимательно слушали это заметно это то что я еще как бы о чем не говорил почему это у нас тема денег на брошюре мы считаем что детей нужно обучать обращаться с деньгами с достаточно раннего возраста им нужно понимать что деньги это ну как имеют цену что можно сделать например в случае 12-летнего ребенка выделите им они должны знать что они ответственны за определенную часть своих расходов я знала одного мужчину дочери исполнилось 16 лет он говорит все ты взрослый человек теперь все что ты носишь от колен и ниже это твоя ответственность то есть мы же не хотим детей расстраивать да то есть у нее были возможности как бы приобрести финансы на то чтобы позаботиться о своей обуви а в случае нашего сына ему не нравилась та одежда которую мы ему покупали он хотел более дорогие джинсы голубые я сказал вот эти деньги вот любую голубизну джинсов покупай но в этой как бы в этих пределах хочешь там себе получше джинсы пожалуйста иди зарабатывай на свой вкус что он сделал он приходил ко мне в офис и он мыл там машины с сотрудником пошел себе купил за 100 баксов джинсы голубые ну хочет покупай но вы знаете вторую пару он не покупал я говорю а что ты не хочешь себе еще купить он говорит это слишком много работать надо то есть здесь уже начинает как бы человек понимать ценность купер денежных это несправедливо будет воспитывать ребенка не воспитывая его в аспектах денег даже вот девочки да они вырастают они выходят замуж они не умеют обращаться с деньгами и это служит причиной проблем потому что папа для своей любимой доченьки покупал все что она хотела а муж не справляется то есть это задача вас родителей обучить сыновей и дочерей как обращаться с деньгами вообще ну можно это делать по-разному хороший вопрос я хотела спросить несколько штрихов вот системы поощрений ну свободы и ответственности на неделе которую вы разрабатывали ну чтобы легче самим было это сделать как вы сделали это то есть у нас получается был разработан вместе с женой список вот этих как свобод да или привилегий которыми он может пользоваться ну пример немножко на неделю то есть у нас был список привилегий и список обязанностей то есть у нас есть какая-то обязанность да и мы писали что за это ты получишь столько-то денег например уборка в комнате ему там доллар в день он получает если он там ну вообще там 12 баллов да получил он получает 5 долларов если получил плохую оценку минус 5 долларов то есть у нас есть список и мы отметили какая ну как бы денежная стоимость за каждый момент если он все сделал он получит деньги чтобы вместе с друзьями куда-то пойти у нас был период времени когда мы просто на неделю ему выделяли деньги он не должен был ничего делать но оно как бы неудачное было и для нас это была прекрасная возможность обучить детей что если ты ведешь себя безответственно ты свои привилегии теряешь вам как ответила на ваш вопрос у меня такой вопрос вот вы рассказывали что ваш сын был там счастлив когда перешел от полицейского к тренеру а если ребенок вроде как перешел уже в возраст когда нужно быть тренером но он не хочет чтобы отец был и тренером он хочет жить как хочет и все то есть ну здесь принцип такой не хочешь брать на себя ответственность ты лишаешься привилегий you just set the system up what if that doesn't work well you you see you you have the money right without the money your child can't do much то есть не имея денег ребенок не может себе многого позволить they have no right to your money то есть у них нет прав на ваши деньги they have no right to a phone or a car or anything unless you give it to him so if a child is being irresponsible they get no freedom если ребенок ведет себя безответственно он лишается привилегий now that can be hard to do but you've got to be firm as a parent like when my son got his driver's license he got in trouble with the police because he was driving too fast and he did it several times so I took his driver's license away so the first six months he was able to drive a car he only drove a car about two months то есть вот эти первые шесть месяцев он машину отводил всего может быть два месяца остальные четыре месяца он был под наказанием но он был в курсе он был в курсе что если он будет вести себя безответственно он этого лишится можно можно даже не расстраиваясь не сердясь ребенку сказать ну вот будет таким образом вообще дети прекрасно знают где находятся ваши слабые места они там все расстроятся они будут говорить какой ужасный вы отец не повышайте голос и не срывайтесь вы просто говорите я очень надеюсь на то что ты начнешь вести себя ответственно и тебе вернутся твои привилегии они вас услышат вот там вот джентльмен хотел задать вопрос и у нас будет перерыв можно я задам вопрос хочу спросить у меня две дочки 18-20 лет и старшая дочь из-за того что у нас были в семье сложные отношения развод был вот эти роли многие перепутаны тренер и сейчас у нее есть ребенок она родила ребенка гражданский муж но там непонятные отношения вот она ожидает сейчас от меня помощи говоря то есть не уважая и не слушая меня во многих вещах ожидает помощи говоря что ребенок это типа ребенка касается не ее помощь и вот как и как строить с ней отношения то есть сразу как консультант или как вообще здесь быть спасибо она она с вами живет если с вами живет ваш уже взрослый ребенок вы по-прежнему тренер если они живут под вашей крышей дети они обязаны вас слушать если ребенок выезжает живет самостоятельно это уже совсем другая ситуация вы можете сказать мы как бы в этом не согласны но если ты живешь здесь правила такие то есть у нее выбор или она будет соблюдать правила или она съедет опять-таки постарайтесь сделать это в спокойной обстановке и она будет ну как это уважать то есть это ваши права потому что вы обязаны соблюдать порядок в своем собственном доме я не слышу я помню это но это это как the room belongs to her maybe it's like private типа приватизировано это it's like her private it's a joint property she has rights она оплачивает квартирную да коммуналку somewhat если вы оплачиваете если вы помогаете то вы имеете право обсуждать это с она будет поступать допустим в каких-то вещах как она хочет а это ребенка касается это не при чем я помогаю ребенка это Продолжение следует... То есть здесь уже выбор за вами. У вас есть полное право решать, насколько вы будете помогать с внучкой. В принципе, как бы, ну, бабушки, дедушки, это их полное право решать эти вопросы. То есть на сколько они согласны с этим. Буквально минутку я хотел бы еще уделить, чтобы продолжить предыдущую тему. Я так понимаю, что это часть культуры здесь, что бабушки и дедушки помогают или даже берут на себя воспитание внуков. В Америке 50% бабушек и дедушек вообще воспитывают внуков. Это не хорошо. Это не по Писанию. Вообще, по Писанию, дети взрослее должны заботиться о своих родителях. Нигде в Библии не говорится, что бабушки с дедушками должны воспитывать своих внуков. Это задача матери и отца. Я понимаю, что у вас в культуре может быть чуточку по-другому. Но здесь даже речь не идет о культуре, будь там украинской или американской. Здесь уже, как бы, главное — это Божья культура. То есть, мы должны свою культуру, то, как мы что делаем, отдавать в руки Божьи. Потому что Он знает лучше всех. Правильно? То есть, я думаю, что с самого детства детей нужно, как бы, приучать к мысли, что мы не будем воспитывать их детей. Иначе мы просто, как бы, создадим у них такое ожидание, что вот, они родили детей и передали их нам. Но это не Божья воля. Но, конечно же, есть особые обстоятельства, когда бабушки с дедушками должны помочь. И причиной может быть смерть или развод, что-то такое. И если бабушка или дедушка, они, как бы, заполняют собой пустоту, то, ну да. И нам нужно донести это до своих детей. Когда сын уезжал на учебу в колледж, я сказал, придет 4 года, не возвращайся домой. Мы вообще переедем, и куда, мы тебе не скажем. Это, конечно же, была шутка. Но мы, как бы, ему уже, как бы, установку заложили, что ты уедешь, то не надо возвращаться. То есть у него уже не было ожиданий, что я отучусь, приеду обратно с родителями и буду жить. Но если он хочет приехать к нам погостить, пожалуйста, в любое время. И когда он уже обращался, он задал мне такой вопрос, папа, я могу с вами пожить полгода просто на... как сэкономить деньги таким образом, чтобы потом в брак вложить? Я говорю, чудесная мысль. То есть даже не надо деньги ему давать, он экономил деньги, которые он платил бы за аренду. И он таким образом смог бы потом снять квартиру себе с женой. Мы всегда хотим послужить благословением в чем-то для своих детей, но мы не хотим, чтобы они от нас этого ожидали. Потому что если этого не делать, тогда у них не будет мотивации, они не будут хотеть заботиться, обеспечивать свою семью. И здесь я хочу очень четко показать из Писания. Я знаю, сказать легко, а сделать бывает очень тяжело. Но молитесь и исследуйте Писание, и вы посмотрите, будете ли вы со мной согласны. И я верю, что даже если это может быть тяжело, Бог вам в этом поможет. И сейчас я бы хотел перейти уже к другой теме, свиданиям. Вот в Украине, да, молодые люди ходят на свидания. То есть это распространено, да? Я как бы беру на себя ответственность, да. Мне кажется, что ответственность за это американская церковь. Так что я извиняюсь за это. Мне самому лично свидание, как бы само вот это понятие не нравится. И в Библии не говорится, что ходить на свидание — это грех. То есть нельзя и детям так сказать. Но это может быть очень немудрое решение. То есть вот я, со своей стороны, я не могу увидеть, как бы в чем польза от свиданий, если люди не собираются вступать в брак, если это не является их целью. А вы как считаете? То есть я могу себе представить очень много плохого, что будет в результате вот просто свиданий. Дочка в 14 лет пришла ко мне и сказала, папа, вот ты будешь стоять на страже моего сердца? Я не хочу ходить на свидания, пока я уже не буду готова к браку. Именно по этой причине она послушалась меня в 25 лет и не вышла замуж с этого парня. Старшие классы школы прошли, прошел колледж 4 года, у нее не было свиданий с парнем один на один. У нее было много друзей и девушек, и парней. Но у нее не было вот этих как бы встреч, где она только с парнем вот наедине, и у них серьезные отношения. И для нее это как очень здоровая была, ну, обстановка. С сыном все было наоборот. В 14 лет он ходил на свидания с девушками. Мы ее заставили подождать до 16. То есть он не сильно возражал, потому что как бы он знал, что в какой-то момент в будущем он сможет ходить на свидания. И мы очень серьезно подошли к свиданиям, то есть для него это был очень серьезный вопрос. То есть когда он уже вот приблизилось время к нему, ну, когда он мог ходить на свидания, я для него выписал стандарты свиданий. Но Бог меня в этом остановил. Он сказал, пусть он сам напишет свои стандарты. Он это сделал, и его вариант был намного лучше, чем был бы мой. И вот проходило вот этот период времени, 10 лет, и мне не раз приходилось ему напоминать о его же стандартах. На протяжении этого времени у него было где-то 6 девушек, с которыми у него было все серьезно. В 24 года сказал, все, на свиданиях я ставлю крест. Для меня это просто как разбитое сердце, и точно так же для девушек, с которыми я встречаюсь. Он сказал, я не буду дать, пока я не приму решение вступать в брак. So I asked my daughter recently, I said, if you did it again, would you want to date growing up? И я недавно задала вопрос в его ситуации. So we did it two different ways. У нас получилось и этот вариант, и вот этот вариант. But I think the wise thing is to avoid one-on-one relationships until you're ready to get married. So we like to say to young people, you can fall in like, but you can't fall in love. You're too young. И мы говорим молодежи, что тебе может кто-то нравится, но влюбляться мы не разрешаем. You see, we use the word love way too loosely. Потому что для нас любовь это такой пространный как бы термин. And so your daughter or son can like a lot of people from the other sex. That's okay. But don't give your heart away until the right one comes along. See, this is what we should be teaching our young people. Here's my first piece of advice. Tell your children never to marry a Christian. Before you throw something at me, let me finish the sentence. Never marry a Christian, marry a godly Christian. Unfortunately, there's a difference. In America, 80% of the people in America say they're Christian. only 18% believe the Bible and are following Jesus Christ. Only 18% believe the Bible and are following Jesus Christ. If you have a daughter and a boy wants to date your daughter, and he knows you're a Christian, he's going to say he's a Christian. But that's not good enough. How do you know someone's a Christian? I asked a boy one time, are you a Christian? He said, I go to the Baptist church. I said, I didn't ask you where you went to church. I said, are you a Christian? He got upset. He said, my father went to the Baptist church, my grandfather went to the Baptist church, and I go to the Baptist church. He didn't even understand the question. I don't care where you go to church. I want to know, do you know Jesus? The Bible says, you'll know them by their fruit. And I'd like to talk more about the girls because as a dad, I'm a protector of my daughter. And, конечно же, здесь мне, может быть, как бы я больше склонен говорить о девочках, потому что у меня дочь, и я хочу ее защищать. Here's what happened. We fall in love with the personality and the looks. Вот что происходит. Мы влюбляемся в личность человека, да, в его личностные характеристики и внешность. Но брак выступает с характером человека. Now, how do you get good character in your life? By spending time with God. A godly person is someone who walks with God. Now, I'm sure that should include going to church. But just because you go to church doesn't mean you necessarily walk with God. So we tell girls, don't be so impressed with the outside, but look at what's on the inside. И мы говорим девушкам, не давайте, чтобы на вас производило большое впечатление внешность и наружное. Заглядывайте вы внутрь. В первую очередь ищите благочестивого мужчину. И второе, смотрите, есть ли у него лидерские качества. Потому что в Библии говорится, что в семье мужчина-лидер. То есть, если с кем-то вступать в брак, то этот человек должен будет вести вашу семью. У нас к лидерству относятся три качества. Первое, является ли он инициатором? Берет ли он инициативу на себя в том, чтобы что-то предпринять или его нужно подталкивать? И вы не хотели бы, чтобы ваша дочка выходила замуж за человека, который не может принять решение. Его нужно подталкивать, чтобы он что-то сделал. Второе, он должен уметь решать проблемы. Вот скажу вам пример. Буквально две недели назад произошло. Дочка с зятем переезжали из квартиры в дом. И вы знаете, переезд влечет за собой кучу всего. You have to get all the people to get your washing machine working and your lights working and you have to move the stuff and it can be a very confusing time. нужно подключить стиральную машину, подключить свет, вещи все перевезти. Очень много всего. И так получилось, что мы с женой присутствовали как раз в этот момент приезда там. То есть мы увидели, зять взял на себя как бы весь процесс. Он сказал дочери, ну типа, ты не переживай, я сделал. И он сделал. И мы видели просто, что у дочери был мир, потому что она видела, что ее муж справится со всем. И скажу вам честно, я раньше вот этого качества в нем не замечал. И я просто был под впечатлением. И так, инициатор, способный решать проблемы. И третье, умеет ли он служить? Иисус сказал, найдите того, кто больше всех служит и его сделайте своим лидером. И мы к девчатам в молодежной группе говорим, что вы присматриваетесь к мальчикам, которые раньше всех приходят, помогают и позже всех уходят. Это тот человек, которому уже знакома радость, которую можно получить служае другим. То есть, они не поглощены собой. Если вы проводите время с человеком, и все, о чем он с вами разговаривает, это, ну как, я любимый, да, то, скорее всего, что этот человек не умеет служить другим. Сын мне сказал, что когда он встречался с девушками, в его жизни это самое нереальное время было. Он говорит, папа, это все была одна большая ложь. Он говорит, если куда-то пойти с девушкой вечером, в пятницу, на несколько часов, она будет прекрасно выглядеть, вести себя лучшим образом. Точно так же и парень. Но вообще, что они собой представляют у себя дома? Поэтому тем парам, которые, ну как бы, проявляют интерес друг к другу, мы им советуем, чтобы они проводили время дома. Вместе с семьей, чтобы они смотрели, как этот человек общается у себя в семье. И в церкви точно так же принимайте участие в каких-то проектах совместно, чтобы вы смотрели, как этот человек помогает служить другим. Может быть, даже вместе можно поехать куда-то в миссионерскую поездку. Там, где нет возможности каждый день помыться, и, может быть, уже запахи как бы не самые лучшие начинаются. Но в чем есть благая весть? Если вы совершили ошибки в этой сфере, Бог может вас прости. И очень важно, чтобы и ваши дети об этом знали. Они должны знать, что если они будут честны, они получат прощение. Если ваша дочь получила прощение от Бога, она сможет вступить в брак и идти туда в белой одежде, в белом платье. И нужно до них донести, что осуждение приносит дьявол, а не Бог. Бог может простить все, Бог может простить что угодно. И часто, когда молодые люди слушают то, чему я учу, они чувствуют осуждение. Но это не от Бога. Бог дает и второй шанс, и третий. Он ожидает того момента, когда мы придем к Нему и примем прощение. Каждый из нас где-то какие-то проступки совершал в том, что касается нравственности сексуальной. Мы не можем как-то посмотреть свысока на другого человека и осудить его. Мы все должны быть вовремя перед Богом и получать его прощение. То есть, это то, чему нужно учить детей о свиданиях, о взаимоотношениях с противоположным полом. И насколько важно, чтобы мы общались с детьми на эту тему, потому что иначе они это все услышат у друзей. Обычно у друзей не тот ответ, который мы хотели бы, чтобы был у наших детей. молодежи. И еще к чему я призываю молодежь, это чтобы у них был человек, перед которым они смогут ответить за себя. Это аспект подотчетности, когда есть кто-то, кто чуть старше, чуть опытнее в Господе, который сможет им задать вопрос, как у тебя вообще дела? В этой сфере настолько сильное искушение, что мы не сможем устоять сами. Нужен кто-то, кто будет стоять рядом с нами. И вот последнее, что я сказал бы или хотел бы сказать молодым парням и девушкам. не пытайтесь как бы все свое время посвятить тому, чтобы найти нужного человека. Уделите время тому, чтобы стать нужным человеком. Моя дочь вышла замуж в 29 лет. И когда ей задают вопрос вообще, как ты нашла себе мужа, она говорит, когда ты идешь к Божьим путем, там по пути ты найдешь себе супруга. Матфея 3. Ищите вначале Царство Божье и праведности его, и все это приложится вам. поэтому мы парням и девушкам говорим, не ищите себе супруга. Ищите Бога. Когда вы будете готовы, Бог приведет в вашу жизнь вторую половинку. и мы с ними молимся, чтобы они были готовы ожидать нужного человека, чтобы у них была вот эта готовность ожидать. это такая большая тема, так что, если у вас есть какие-то вопросы, может быть, как раз самый момент их задать. О, here's one. Do you have divorces in your church? I go to a very large church, 5,000 people, so I'm sure there's been a lot to afford. There's been some divorces, yes. У меня церковь, куда я хожу, очень большая, там 5,000 человек, то есть я уверен, что были и те, кто разводился. Я не разводился. I got married when I was 18 years old. Я женился в 18. And two years later we were divorced. I was young and I was foolish. Oh, I'm sorry, you divorced before? No? Before what? Before you married your wife. Oh, yes, I've been divorced. Oh, I've been divorced. Извините, я неправильно поняла. Он разводился, он первый раз добил брак в 18 и развелся через 2 года. Yes, I'm sorry, I'm missing. I was married for two years. I was not a believer. На тот момент я был неверующей. In fact, getting my divorce, and actually she divorced me, that's what really drove me to God. В принципе, она, собственно говоря, подала на развод. Именно вот этот развод меня как бы направил к Богу. And so for the next nine years, I did not seek a wife. То есть, на протяжении следующих девяти лет я не искал жену. Я искал Господа. And I didn't know if I would ever be married again. It really didn't matter if I was. То есть, я, собственно говоря, не сильно переживал, там, женюсь я еще раз или нет. And then nine years later, God brought Janice into my life. Но спустя девять лет Бог привел в мою жизнь Janice. То есть, я знаю, что такое второй шанс. Надеюсь, это дало вам ответ. Для меня вообще очень интересно было, Стив говорит, когда вот на ранчо J.H. собираются люди, они вместе проходят ученичество и потом женятся. Мне бы интересно было услышать. У нас на ранчо каждое лето работают 70 парней и 70 девушек. Это волонтеры. And these are college students or just out of college. Это или коллежане, или те, кто только что отучился и выпустился. So a lot of them end up getting married later. Часто бывает, что они потом заключают брак. And we have been doing this for 36 years. У нас это служение уже проходит 36 лет. То есть, насколько мне известно, среди них разводов не было. Я, конечно, говорю это в полном смирении. Потому что, кто знает, может завтра кто-то из них разведется. Я вам хочу одну статистику привести. Среди тех, кто состоит в браке, кто регулярно совместно молится. Там статистика разводов 1 на 1400 браков. Если люди не молятся вместе, то статистика 1 к 2. Если молятся вместе, 1 к 1400. Представляете, насколько играет? Вот это сила молитвы. Это когда люди приглашают Бога в свою жизнь, в свой брак. Один партнер верующий и посещающий церковь, исследующий заповедем, а второй просто нейтральный. Партнер в браке или партнер в свиданиях? Один партнер следует заповедям Господа и ходит церковь, второй нейтральный. 1 Коринфянам 7 глава я бы рекомендовал. 1 Коринфянам 7 говорит, если вторая сторона неверующая, не оставляйте их. Потому что по Писанию неверующий освящается верующим. Но если неверующий хочет уйти, пусть уходит. вы не обязаны стремиться сохранить брак с неверующим, который хочет уйти. Но я в этом случае просто рекомендовал бы прочитать 1 Коринфянам 7 главу. И помните, что Бог говорит, Он сказал, я ненавижу развод. То есть, в любом случае это не самый лучший вариант. Иногда это необходимо, но это само по себе это нехорошо. хороший вопрос, еще вопрос. Верующая семья, племяннику моему 18 лет. Мама не хочет его отпускать в лагерь с верующими детьми, подростками, потому что там будут девочки. Насколько мама права или не права, то есть, как ей объяснить? Просто я не понимаю, у нас дискуссия по этому поводу. Она должна доверять своему сыну и отпустить его, или применить свою власть и не разрешить ему ехать в такой лагерь. Мама не хочет его идти в лагерь, потому что там будут девочки, и она не хочет его вовремя. Так что будет лучший курс для ее обязательности или верить ее сыну и позволяй его 18. 18. А у него были какие-то нюансы в прошлом, что она может не доверить? У старшего брата. У старшего брата. Ага. His elder brother had sexual relationship before, so because of that she is kind of... Well, at 18 years old they've got to learn to make good choices. So being around girls is you can't shield him from that. So being around girls is you can't shield him from that. I think you give him good advice about what to do and what not to do, but to keep him away, I think might not be a real wise thing at that age. Because it's not a matter of staying away from the opposite sex. It's great to have good relations with the opposite sex, as long as it doesn't get serious. То есть в принципе отношения с противоположным полом это не проблема. То есть он не должен слишком серьезно может быть воспринимать, но полностью как бы устранить это не лучше. Еще вопросы? А как быть вот на воскресных школах? Вот мы узнаем, что дети сейчас 8-10 лет конечно же сталкиваются с тем, что видят порнографию, да, и важно отреагировать на эту ситуацию, и сложно объяснить как родителям объяснять в этом возрасте о сексе, да, и учителям. В принципе, как бы разговор о сексе в воскресной школе с 8-10 лет может быть не сам как это сказать не надо делать. Я думаю это ответственность матери и отца, то есть они должны объяснить ребенку все в этом плане, а не отсылать его в церковь или посылать его на уроки по здоровью, да. если в школе об этом говорят, или если допустим этот вопрос затронут в воскресной школе, ребенок может сказать родителям, а я типа об этом уже все знаю. И кто его знает, может быть даже раньше еще нужно начинать вот эти вопросы объяснять, потому что они как бы сталкиваются с этим намного раньше. Что делать учителю в воскресной школе, если он понял, что дети этого возраста уже просматривают порнографию, что делать в таком случае? Я думаю, нужно поговорить вместе с родителями о том, что происходит. Интернет называется на расстоянии кнопки, нажми и все. То есть родителям нужно говорить о порнографии с детям даже в очень раннем возрасте, чтобы они знали, что это. А дело в том, что у нас в культуре получается, сами родители, они недавно стали христианами и они понятия не имеют, как с такими детьми говорить об этих вещах. С точки зрения Библии, ну, и чтобы это было практично доступно. И учителя они всегда толком могут научить. Ну, практично именно. То есть это мое желание для церквей. Да, я бы хотел, чтобы в церквях обучали родителей говорить на эти темы. В принципе, это должно быть нормой для любой церкви. У мужчин часто как бы возникает, можно так сказать, затруднение, да, вот девочка подросла, дочка, там, она начинает развиваться и ему же не очень удобно может быть ее обнять, там, прижать. Но я вам советую никогда не переставайте обнимать свою дочь. Если вы перестанете, она будет искать объятия от кого-то другого. Таким образом, ваша задача воспитать в ней чувство, что она достойна того, чтобы ее стремились завоевать. И с вашими дочками в том, что касается ваших сыновей, ваша задача, дать им уверенность, что в них есть то, что необходимо для того, чтобы завоевать девушку. слова отца несут огромную силу. И это и в положительном аспекте, и в отрицательном. Обязательно говорите позитивные положительные вещи. И они этого никогда не забудут. И спасибо. Спасибо. Я хотела об этом раньше сказать чудесный вопрос. И я хотел бы так закончить. Вот вы все это выслушали, да? И может быть вы чувствуете робость от всего этого. Кто-то может быть уже вообще руки опустил. И вы думаете что я никогда не смогу таким отцом быть или такой матери. Моя семья слишком дисфункциональна. Раньше у меня было такое представление есть функционирующие семьи и дисфункциональные. Но потом я понял что мы все дисфункциональные. О типа а в чем у вас дисфункция? У меня вот в этом. И Бог хочет этого потому что тогда мы начинаем полагаться на Него. Нет человека у которого все идеально все под контролем. Нам нужно каждый день взывать к Богу о помощи. Так что помни об этом не сдавайтесь.